Всем привет, меня зовут Александр Лютиков и сегодня мы поговорим о том, что происходит с командой Eagles. Она благополучно жила полтора года, но после ареста миллиардера Зееводина Магомедова осталась без финансирования. Сколько бойцов ушли из-за того, что не платят зарплату? Будут ли искать нового спонсора? Узнаем у главного тренера Eagles Абдул Манапануру Магомедова. Что случилось с клубом Eagles? Его больше нет? Команда есть, остаются самые преданные. Просто нет финансирования, но мы идем своим чередом, работаем, тренируемся. Из 37 профессиональных бойцов ушли 10 человек. Можете сказать, кто ушел? Давайте все 10 характеризовать не будем. Ушли, ушли, значит не целая команда. Осталось час закаленных и преданных. Я буду строить молодую сильную команду. Две фамилии вам назову и вы скажите, они остались или нет. Павлович и Минаков. Павлович на месте. Что сделает Минаков, я точно не знаю. Но он пока не заявил, куда-то уходит. Естественно говоря, я хочу, чтобы Павлович подписался в UFC. Уламбеков, Тагир, если защитить пояс и Павлович, я хочу, чтобы они были уже в UFC. Те, кто остались в нашей команде, они сейчас бьются в Америке. Вы видели. Ребята уехали готовиться. И Мамедов Ислам, и Аббакар. И сейчас накануне у нас много хороших боев. Поэтому они не ушли, они верят, они с нами. А вот ребята ушли из-за того, что перестала поступать зарплата, правильно? Ну, это же ребята, у которых семьи. Ребята, которые жили профессионально этим делом. Я их понимаю, но... Вы не смогли найти пока нового спонсора, или вы не ищете? Мы пока никого не ищем. Два предложения было, от которых я отказался. Объясните, почему? Представьте себе, Саша, что... Даже год не проходит, а я, значит, появляюсь в какой-то команде. Ну, и я не мальчишка, и я не завишу от этой зарплаты, от которой и так далее. Ну, я взрослый человек, я годами шел вместе с людьми, с кем у меня были договоры. И вы знаете, мое отношение к договору нужно соблюдать. Если деньги есть, неплохо. Но если их нет, то это не такая катастрофа. Я должен уйти с корабля последним. Но вы при этом понимаете ребят, которые ушли, да? Ну, сегодня человек иногда даже не готов выходит на бой. Даже не готов из-за денег. Такое тоже бывает. Ну, так поступил Сагид Идзак Ахмайев, неподготовленный, вышел на бой. Проиграл последний бой. Чего не надо было делать. Я с этим не был согласен. Я его последние полтора месяца и не готовил. Себя тоже виние не снимаю. Но считаю, что нужно взвешенно здесь подходить. Но согласитесь, наличие зарплаты ежемесячной, которая гарантированно приходит, как раз оберегает профессиональных бойцов от того, чтобы принимать вообще все предложения, которые поступают. Обычно, если у человека нет зарплаты, он хватается за любое предложение, даже когда он там не готов и так далее, выскакивает на бой. Сто процентов, сто процентов, я согласен с вами. Потому что, во-первых, семьи, это дети, это стабильность, это спокойствие в доме, это уверенность в завтрашнем дне. Именно это, именно это. Правда ли, что бюджет Иглс на год был примерно полтора миллиона долларов, около 90 миллионов рублей в год? Да. Примерно так? Да. Ну, то есть сюда входили и зарплаты, и сборы и так далее, да? Ну, мы и зарабатывали. Что случилось с клубом Иглс ММА в Москве? Он закрыт? Работает. Работает? Работает. И будет заработать? Она на плаву, тяжелом положении Ростовская, но Москва работает в полном ходу. Но под маркой Иглс ММА будет работать или под другой? Конечно, конечно. Мы же не можем повезти туда водник или туда, или где. Ну, раньше это была Академия Файтнайт на Кутузовском. Раньше она была, а сейчас, значит, там минимум оборудования на миллиону тридцать, это Иглс ММА. В декабре я говорил с Хабибом для журнала Forbes, и он сказал, что трехмесячный лагерь подготовки к бою обходится ему, ну, приблизительно в 40 тысяч долларов. Кто сейчас будет нести эти расходы? Сам Хабиб? Или вы будете искать специально спонсоров под это? Искать мы никого не будем. Хабиб должен быть на плаву. У него достаточно денег подготовиться не к одному бою, а четыре боя, если даже будут подряд. У него этих денег есть. Ну, я думаю, те подарки, которые ему сделали здесь правительство и президент, и наши болельщики, фанаты, достаточно, чтобы готовиться еще три года. Возможно ли сейчас поддерживать какое-то общение с Ягудином Магомедовым? Если возможно, вы поддерживаете его? Я общаюсь с его родителями, я бываю дома, и Хабиб бывает. Мы должны его поддерживать, как должно быть. Вот одним из обоснований необходимости его ареста стали авиабилеты у него в США, там, на апрель. Правда ли, что это была запланированная поездка, как раз на бой Хабиба за пояс? Конечно, он на рядовые бои выезжал на Хабиба, летел, помогал, а тут за пояс. Конечно, ему хотелось то, чтобы, допустим, созидал, посмотреть финал. Вы не знаете, ему удалось посмотреть в прямом эфире или в записи? Ну, наверное, кто-то помог, наверное, все-таки показать ему это, но я точно не уверен. Но на телевидении, наверное, показывали много раз фрагменты, а телевизор у него есть, говорит Хабиб. «Файт-Найт» закроется, как вы считаете? Я думаю, нет. «Файт-Найт» с лидирующих позиций переместился на вторую позицию, я так думаю. Но у нас есть планы, у нас есть договоренность изменить ситуацию в тяжелых условиях. Мы должны мобилизоваться, собраться и с лучшими идти вперед. И с камелем есть, на каких площадках зарабатывать, как зарабатывать и как выступать. Такая договоренность у меня есть. Я думаю, мало будет ивентов, но будут. И будем стараться максимум лучших выставлять для российского болельщика. В принципе, «Файт-Найт» работал и до Зиевудина Магомедова. Да, да, да. Если я раньше не поддерживал Саша, то теперь я его поддерживаю. Тем более, тяжелый момент. Негоже, значит, уйти в сторону. Вы имеете в виду, если раньше вы Камила не поддерживали? Абсолютно я раньше не поддерживал. Я смотрел со стороны, как на все бои. Для меня это было рядовой промоушен и так далее. Но если я там работаю, включил массу лучших бойцов России, это же совсем другое. До создания команды «Иглс ММА» был проект в Бахрейне. Нет ли варианта с ними опять сотрудничать, с этим шейхом? Ну почему? Там три человека влились наши ребята, выступают. Марат Магомедов выиграл бой, Хамзат выиграл бой, сам Эльдар очень хороший бой выиграл. Боец Горца был, еще один Дагестанистан. Ну и сейчас, в последнее время, там на сбор и на совместный тренок ездил Хабила, потому что готовится к сентябрьскому ивенту в Москве. Но для Хабиба это закрытая история, представляете? Для Хабиба это закрытая история. Чем сейчас занят Хабиб? Понятно, идет Рамадан. Рамадан и две тренировки. Вчера он сделал феноменальный бросок с центра площадки, трех очков. С центра площадки снимали американские операторы и снимали. Была игра, очень серьезная игра была, баскетбол. Играли 40 минут после разминки. Ну, потом была качка, болевые, удушающие. Но вчера было феноменальных два броска. Наверное, это лучшие броски в жизни, наверное, два броска. Когда, думаете, он может принять бой? Потому что была вроде дата 8 сентября, что-то звучало. Я думаю, 6 октября намечается. И такое нежелательное сейчас утверждать об этом, но переговоры ближе к завершению. Громкое имя у соперников? Самое громкое? Пока с Коннором. Я же там заявлял, писал. Коннор, Тони, Сент-Ферр и чемпион 77. Ближайшие четыре боя будем планировать вот так. Появился временный чемпион 77, Колби Ковингтон. Вам он интересен как потенциальный соперник? Ну, если он будет наверху, он же временный. А для нас интересен все время настоящее. Их было много временных. Я никогда не связываю один бой с чемпионским званием. Мне всегда важна его история, кого он выиграл и как он дошел. Проигрывал ли он в периоде? Был ли у него раздельным решением бои? Меня интересует много бойцов. Один день он может хорошо выступить и три, неважно. Или еще два, посредственно. Но сегодня он вас как впечатлил с Дусанесом? Хороший, хороший. Как вам борьба у Колби Ковингтона? Ну, не наш уровень, но все-таки лучше, чем у того. Ну, наш уровень вообще в мире нет. Наша школа, если считать рейстлинг-гольную борьбу в мире, красной, особенной точкой стоит Махачкала в мире. На карте. Ну, мы же отсюда. На этом все. Вопросы Абдулманапу Нурмагомедову задавал Александр Лютиков. Подписывайтесь на канал, если вы по каким-то загадочным причинам этого еще не сделали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...